Приветствую с вами видеоблогер Екатерина Снытко и показываю подарок который мне сделали перед вами гузмания посмотрите как выглядит это растение растение экваториальной зоны любит влажность любит тепло и если вы думаете что вот это красный это цветок нет красные это прилистники и они говорят о том что цветок уже готов сам цветок вот он желтенький видите а это все красивые прилистники к нам поступает в транспортировочном грунте он конечно мягкий вогкий но как только покупаете или вам дарят это растение его надо сразу же пересадить в какой грудь сажать декоративно-лиственный универсальный подойдет любая богатая почва но не твердая рыхлая должна быть почва и вот сейчас я покажу как выглядит корешок и в дальнейшем конечно буду рассказывать как работать с этим растением смотрю что еще зеленоватые то есть только только начинает цвести это гузмания растет она на коре разных деревьев и конечно любят тепло и влагу как я уже сказала зимой не ниже плюс 18 а летом как в экваториальной зоне плюс 25 плюс 28 но очень хорошая повышенная влажность и так сейчас я его буду пересаживать мне необходимо освободить от этого грунта сейчас я посмотрю как выйдет горшочек как выйдет ком видите что это сплошной торф я убираю верхнюю часть он промыт уже совершенно освобождать все корни я не буду пить я только убираю вот эту часть я не хочу повредить его корешки горшок я возьму чуть чуть больше то есть кажется что намного больше вот сейчас я вам поставлю эти вот он второй горшок это тот что я приготовила на дно я выкладываю гальку если кстати у вас есть сосновая кора очень хорошо можно использовать для орхидей грунт я же использую мой универсальный грунт торф дерновой земли совсем чуть чуть-чуть песок хорошая почва на дно добавила немного грунта видите сейчас укладываю сюда газманию так чтобы не повредить корешочки аккуратненько добавляю грунт со всех сторон сразу же с одной стороны много не надо никогда выкладывать потому что тогда то есть сдвинется с центра а растение должно быть в центре поэтому вот так со всех сторон хорошо хорошо уплотняю чтобы воздуха не было не забивать так чтобы уплотнить и поливать сейчас я не буду вы видели что грунт очень влажный вот так вот я пересадила возможно вам также как и мне надо будет пересадить и в том случае если вот этот транспортировочный грунт сухой у меня он влажный тогда необходимо полить поддом и вот в эту розетку налить немного воды мне же поливать не надо довольно влажно дня через два я опрыскаю это растение оно любит чтобы его опрыскивали вот такая вот красивая у него розетка в моей оранжерейке вот такое новое растение гузмания время от времени буду записывать видео о том как себя чувствует моя гузмания а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И сегодня я хочу показать газманию, как себя чувствует это растение. В начале фильма вы видели, как я ее пересаживала. И вот прошло довольно много времени, чувствует она себя замечательно. И сегодня я вам показываю представителя бромелевых гузманию. Вот эти красные листочки, это никак не цветок, это прилистники. А сам цветок находится на макушке. И если очень хорошо приглядеться, он имеет желтый цвет и такие невзрачные лепестки с момента пересадки. С октября прошло довольно много времени. Конец января, 27-е сегодня. И видите, что гузмания благодарна и за пересадку, и за уход. Растение непривередливое, чувствует себя нормально. Главное не заливать. Слабокислая почва, время от времени протирать листочки. А в целом никакого особого ухода. Гузмания стоит на юго-восточном окне. И ей это расположение нравится. Гузмания расположена на подоконнике. И если посмотреть вверх, работает фитолампа над этими растениями. Это продление света комнатным растениям. С вами была видеоблогер Екатерина Снытко. Любитель растений не только комнатных, но и вообще растений. Редактор субтитров А.Семкин